Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У нас сегодня, наконец-таки, созрел обзор на тональный крем от марки Clorans, который называется Skin Illusion. Я вам уже говорила, что он классный, я говорила, что он мне подходит, но в действии я могу вам показать его только сейчас, потому что недавно вернулась с отдыха, и кожа моя еще немного загорела. То есть оттенок мне максимально близок сейчас, как был тогда, когда я его подбирала. Это был провал, когда я начала влюбляться в это средство, и кожа начала все больше бледнеть и бледнеть, потому что началась осень, и я очень быстро смылась и не успела снять для вас обзор, иначе вы бы не оценили это средство на мне точно. Имеет очень жидкую капельную текстуру, которая легко распределяется на коже, и я сейчас, собственно, все вам покажу. Давайте сразу переходить к нанесению тона, чтобы был сегодня максимально чистый эксперимент. Я не стала наносить никакие базы на лицо, чтобы мы посмотрели, как он себя поведет через время. И я его буду наносить вот таким образом. Я практически все время делаю именно так, с жидкими тональными основами, и быстро-быстро распределяю и пальчиком. Это у нас тон, нанесенный в один слой, и лично мне очень нравится эффект такой второй кожи. Действительно, его вообще не видно на лице, не видно никаких переходов. Я хочу сегодня его нанести чуточку поплотнее, так как мне предстоит сегодня снимать еще два ролика, то есть вместе с этим получится три. И мне нужно просто, чтобы кожа была хорошо перекрыта. Если есть какие-то недостатки, синячки, у меня даже вот, я немножко замаскирую всю вот эту вот проблемную область на веках. Видите, у меня есть небольшая такие, ну, сеточка. И сразу взгляд кажется таким более здоровым, более молодым. Я практически всегда, когда делаю какие-то интенсивные макияжи без теней, маскирую вот здесь вот. Видите, вот эту область. Посмотрите, насколько большая разница между правым и левым глазом. По крайней мере, я ее прям очень хорошо вижу. Единственное, наверное, косяк, если так можно сказать. Из-за вот такой капельной, жидкой, абсолютной текстуры, он немного съезжает до того момента, пока полностью не запечатается на коже. Поэтому нужно очень аккуратно нигде не напитнить. Все равномерно распределяем, проверяем. И затем тон как бы усаживается в течение, там, может быть, минутки-полутора. Я вчера смотрела видео Вики Ковки The Cat. И, видимо, мне повезло очень сильно, что я не пробовала их предыдущую версию. Мы когда были в Простуре вместе с ней, она сказала, что этот тональный крем просто завоевал всех визажистов. Потому что он максимально универсален и подходит к любому типу кожи. Этот тональный крем, судя по обзорам других девчонок, больше подходит для комбинированной кожи. То есть, если она жирная, то, возможно, он будет уплывать в течение дня намного быстрее. Действительно, кожа начинает жирниться после, там, может быть, трех-четырех часов носки. Но, по-моему, куда проще ее немного припудрить, да, и следить за этим, чем иметь такой плотный тон или маску на лице, которая тоже, к сожалению, при дневном свете будет видна. Меня полностью устраивает этот тональный крем. Это, знаете, как BB-шка или CC-крем, который вот повторяет текстуру кожи, который делает ваш тон более ровным, более красивым, более равномерным. Не видно пор, очень хорошо вот ложится, и даже если смотреть в увеличительное зеркало, все смотрится прям вот очень-очень круто. Раз уж мы сегодня тестируем тональное средство, я хотела бы вам показать несколько фаворитов у этой марки. У меня, наверное, уже четвертая баночка вот этого фиксатора, всем его советую. Это, наверное, лучший продукт для фиксации макияжа, для того, чтобы его освежить в течение дня. И я его использую как после нанесения тонального крема, так могу использовать их в течение дня, для того, чтобы просто вот уселась пудра, да, например. Отличный вариант, даже если вы не используете тональный крем, просто пудру, вот эту водичку, и он как бы создает не пудровый финиш, а такой более влажный, более натуральный. Поэтому, в общем, я им всегда с удовольствием пользуюсь. Пахнет пионовой водой. Обожаю этот запах, он у меня уже ассоциируется вот с этой косметикой. У них всегда такие натуральные, очень приятные одушки. И я хотела сегодня еще заодно протестировать вот такую мега-ручку. У них Colorance вообще первая запустила вот эту историю, знаете, как многоцветные ручки из детства, которыми мы писали. Здесь то же самое, только в карандаше находятся сразу четыре продукта. Здесь три карандаша для глаз и один карандаш для губ. Я нарисую сегодня такие мягкие стрелочки. С помощью карандаша. Я их всегда практически рисую именно таким образом, а затем, пока карандаш еще не запечатался, его аккуратненько растушевываю с помощью кисти. Мне кажется, что если вы еще не приноровились и не умеете рисовать стрелки, это идеальный вариант. Она получится более мягкой, и даже если будет какая-то небольшая асимметрия, это будет абсолютно незаметно. Для сегодняшнего макияжа я буду использовать именно коричневую тушь. Ну-ка, все-таки сегодня в мягких тонах. Если вам подходят те цвета, которые находятся в ручке, здесь там, например, конкретно синий, бежевый, черный и коричневый. Максимально универсальные такие оттенки. Я думаю, что он может вас выручить. Просто забросили такую ручку в сумочку, да, и вообще больше не думаете ни о чем. Всегда есть там и помада под рукой, всегда есть, кстати, классный карандаш. Я, наверное, буквально чуть-чуть добью этот макияж и нанесу консилер в уголки глаз. Просто для того, чтобы смягчить эту область. Опять-таки, очень наглядно видно, как хорошо этот консилер работает. Несмотря на то, что он странный сам по себе, странный по оттенку, странный по текстуре. К нему нужно какое-то время приноравливаться. Он очень неплохо работает вот с этой областью, именно за счет светоотражения. То есть, он имеет такой перламутрово-розовый какой-то оттенок, очень плотную консистенцию, практически как хайлайтер. Выглядит такой, ну, совсем не похож на то, что мы привыкли видеть, но при этом работает он очень-очень хорошо. И при этом его нужно совсем чуть-чуть. Никогда не жестите с консилерами. На самом деле, это основная проблема. Если вы будете накладывать и уводить его вот сюда, он будет, конечно же, скатываться в мимические морщинки. Вам нужно наносить его именно вот в эту область. И тогда все будет хорошо. Очень благородный получается макияж. Я думаю, это все. Можно смело идти снимать видео про одежду. Она, кстати, тоже скоро выйдет или уже будет. На данный момент прошло часов пять, и у меня здесь есть увеличительное зеркало. По-прежнему все такой же естественный полувлажный финиш. Немного зажирнились. Вот область Т-зоны у меня на щечках быстрее всего проявляется. Но при этом это смотрится очень, ну, естественно. Мне кажется, что оно даже чуточку придает молодости лицу. То есть меня не напрягает. Если вдруг вам прийдет вот эта история с влажным сиянием на коже, то я думаю, что этот тональный крем вам не подойдет. Но если вы хотите какое-то естественное покрытие на каждый день, то эта тональная основа будет прям идеальна. Я бы так сказала, если выбирать вот что-то попробовать из этой категории, я бы посоветовала вам три продукта. Это бибикрем от марки Эрбариан, который идеально ложится, идеальное покрытие создает, которое похоже очень на вторую кожу, то же самое, что и здесь. Но оно чуть более кремовое, и у него есть один минус. Оно отпечатывается на одежде, и, соответственно, одежда как бы может забрать часть вашего тонального средства. Никаких других проблем я за ним не замечала. Вот на протяжении, наверное, уже трех лет я его использую очень долго и советую всем попробовать. И второй продукт идеальный, не ползет, чуть более матовый по текстуре, чуть более тонкое покрытие. Это Urban Decay One & Done. И Clorans, соответственно, у него чуть более влажный финиш, чуть более даже естественное покрытие. То есть вы выбираете среди этих продуктов, можно прийти где-нибудь взять пробник, попробовать, что подойдет именно вам. Если вы регулярно делаете легкий макияж какой-то, который вам нужно выполнить быстро, просто, без дополнительных затрат продуктов и кистей, я бы положила взгляд на этот продукт. Здесь есть уже SPF 15, так что такая некоторая защита от солнышка, нету талька, то есть не должен взбивать продукт поры, очень вкусно пахнет. И, в общем, я вам его очень настоятельно советую и рекомендую. Обязательно запасайтесь. И я официально заявляю, что я включаю его в топ 6 теперь средств универсальных, которые подойдут для каждого. У меня есть видео такое, которое называется «Лучшие тональные средства на лето». Но, если говорить откровенно, они не просто лучшие на лето, они лучшие на любое время года. Потому что есть там и плотные средства, которые подойдут на более официальные мероприятия, есть легкие, которые на каждый день. И этот продукт как раз-таки относится именно к этой категории, которые легкие. Вот он и не масляный, он и не жирный, он и, не знаю, не создает какого-то дополнительного искусственного финиша на коже. Он не матовый, да, и не сияющий. Он просто волшебный, натуральный, как вторая кожа, как BB крем, только лучше, потому что он как-то лучше сливается. Не имеет какой-то тяжелой текстуры, абсолютно легкий, как водичка. Я обязательно сохраню на лето, и пока я еще загорела, я вот им пользуюсь сейчас, когда вернулась из отпуска. Если вам нравятся подобные ролики, то обязательно поддерживайте их для меня. Это очень важно, так как я потом просто сравниваю, что вы смотрите больше, что меньше, и стараюсь подбирать для вас более правильный, интересный контент. Если вдруг не подписаны до сих пор на мой канал, то подписывайтесь обязательно. Я вас тут всегда с радостью жду, с распростертыми объятиями. Всех целую, пока-пока!